всем привет девочки я сегодня вам хочу сделать макияж вот с этими тенями новиночка которую я выписала на алиэкспресс это просто какие-то чудесные мне даже кажется волшебные тени еще раз вам их покажу я хочу вам попробовать сделать два варианта макияжа один макияж может быть просто как бы так вот и слегка нанести а вторую же сделать как бы праздничный макияж тот который я люблю тот который я постоянно делаю я вам уже говорила я всегда красилась и буду краситься несмотря на то сколько бы мне не было летом 60 70 я всегда ну так как бы хотелось бы всегда будут делать макияжи девочки что я использовала я конечно использовала вот этот тональный крем шанель якобы но вы знаете он шикарный но мне почему-то жалко когда на работу я собираюсь я стараюсь использовать все свои добивашки их наконец-то закончится сказать вам свое мнение они никак не заканчиваются вот этот нюд который белорусского производителя вот это они все у меня есть по чуть-чуть я вам уже говорила когда их откроешь вот так выкрутишь мне кажется там еще вторая банка может разместиться размещается ну ладно все болтаю болтаю брови оформила вот этим карандашом от лимани вот все же знаете действительно я хочу сказать что брови для лица имеют очень важное значение вот я как бы у меня брови уже они свои черные у меня ну с возрастом они конечно выцветают выгорают особенно вот эти волоски почему-то куда-то вдруг исчезают я не знаю то я раньше была такая бровястая а тут уже смотрю у меня его волосы куда-то поисчезали поэтому девочки брови для лица это все я еще раз говорю что с бровями у меня малинечко проблемы я их я не могу никак найти мастер чтобы который бы мне сделал нормальные красивые брови поэтому сама мучусь беру карандаш и утром это конечно занимает очень много времени так ресничный контур я подвела слегка-слегка карандашиком и хочу наверное знаете для оформления складки или вообще для оформления как бы такого наброска под макияж я буду использовать вот эту палеточку от revolution сейчас я ее малинчику закрою использовать скорее всего будут на складочку хочу нанести вот этот розовый а потом уже на все подвижное веко вот эти тени вот а когда уже буду 2 макияж дел я скорее всего воспользуюсь в уголочек глазика нанесу вот этот вот этот он такой желтенький потом в угол на склад складочку оформлю дооформлю коричневым и возможно вот этот еще оттеночек применю в уголочек глаза вот сюда чтобы как бы приподнять свое возрастное веко вот я как всегда вот когда начинаю делать макияж у меня какой-то волнение потому что действительно макияж делать очень очень сложно страшно особенно на камеру а еще хочу вам сказать у меня тут появились хейтеры девочки я не знаю как вы с ними боретесь с этими хейтерами у меня никогда как бы не было в принципе у меня всегда добрые адекватные подписчики всех я вас люблю я очень благодарна всем за хороший комментарий за позитив но тут вдруг какая-то опять же замечу не мужчина а дама мне написала боже с таким носом не то что макияж нужно делать вообще даже в люди страшно выходить я вообще не понимаю женщина почему вы такие злые а вы вообще сама посмотрели бы на себя какая вы и вообще как это сделать макияж на камеру вот сесть и сделать я не знаю вот кто пишет такие гадливые комментарии вот мне бы хотелось бы просто на вас посмотреть на ваше лицо идеально на ваш красивый нос греческий если конечно у вас есть я вообще не понимаю ну да ну такой у меня и что это моя изюминка меня полюбили между прочим мне сказали что мой муж сказал что у меня но самый красивый поэтому я такая горда из-за того что у меня такой красивый красивый нос про который сказал мой муж поэтому знаете что дорогих я ничего не стала там отвечать я просто баню вот я просто таких людей баню и все я не хочу чтобы у меня какие-то красивые дамы писали обо мне некрасивые комментарии вот и все вот так я могу сказать господи что у меня с волосами еще заметила такую характерность у меня волосы жиденькие как только я сделаю маску и стараясь ну как передержать наверное скорее всего для жидких и тонких волос не нужно передерживать долго маску потому что я когда ее придержала они у меня все рассыпаются и не могут как бы нормально приобрести свою форму которая вот она обычно бывает я ничего не могу с ними сделать волосами надо уже стричься он уже челка видите как в глаза лезет и мешает мне даже делать макияж ну ладно поговорили мы об этих дамочек красивых с идеальными носами да с идеальной фигурой чтобы они по фигуре начнут там проходиться да мне вообще если честно насрать вот правда насрать кто вот это все пишет извините конечно за мою за мой такой французский язык а что еще я должна сказать вот так вы знаете вот так вот слегка слегка я оформляю складочку хочу его вот этим розовеньким сделать вообще последнее время почему-то я полюбила розовый макияж может быть потому что я взрослею хотя в принципе розовый макияж но как бы он его очень делать проблематично потому что он может века иногда сделать заплаканным но мы все делаем аккуратненько чуть-чуть не спеша видно вот я вот это века вот так он то оформила наверное малиночка а помимо нужно он сатиновый вот может быть я зря его взяла маленочка сатиновый а здесь еще есть другой оттеночек такой матовый я наверно матовым чуть-чуть затемнём сверху как бы пройдусь я наверно попробую все же сначала кисточкой какой кисточкой ложится вот при вас делаю девочки первый раз никогда даже не пробовал возьму вот эту кисточку которые от эвелин она такая маленькая и попробуем видите да наношу тени шикарные вот еще раз я еще жду одну палетку с алиэкспресс но она такая иногда некоторые что-то там с диор сравнивали эту палетку но вы знаете я вчера слушал одного одну очень прекрасную женщину которая тоже любит делать макияжи у которой в своем арсенале очень большая коллекция теней таких как клоранс диор люксовые и она последнее время стала выписывать палетки с алиэкспресс и очень ими довольна и говорит что они намного лучше по качеству от какого-то там диора который берешь на палец и он даже на палец не набирается и она что случилось с нашими выдающимися брендами мне непонятно а выписала с алиэкспресс палеточку за копейки и не может нарадоваться и я с ней полностью согласна вот видите я нанесла сейчас я подвинусь на все века витя какой дает отблеск у меня конечно камера не очень такая важница так сыновья обещали мне подарить вот еще раз показываю вот их можно вот так просто нанести как моно тени чуть-чуть оформить складочку накрасить ресницы чуть-чуть румяшки приобрести на добавить блеск на губы и все и вы красавицы видите как как они дают я ничего не сделала может быть еще мне побольше их их нанести я просто кисточка кисточка не прекрасно набираются сейчас пальчиком пальчиком ну вот видите красивые тени так ну дальше я хочу уже пойти оформить просто в уголочек глаза я вам говорила вот этот желтенький нанести если если кто хочет сделать вечерний макияж такой более яркий этот макияж я вам показала что можно нанести нанести на работу кто не улюбит краситься и не хочет сильно возиться просто нанести эти тени сделать нюдовые реснички и все а я хочу дальше дав до оформить этот макияж как я делаю как я люблю и как я обычно всегда крашусь на работу ну не знаю во всяком случае вот сейчас на новой работе мне по крайней мере никто не делал замечание что я там как-то хожу сверкаю главное мне кажется как ты работаешь вот и все и я сейчас в уголочек глазика возьму вот этот оттеночек такой вот он он идет как рыженький и попробую рыжим слегка уголочек глаза приподнять так что действительно китайцы молодцы я сейчас вот жду вот эту эту посылочку еще я там выписала один крем еще хочу вам сделать обзор я сейчас в своем уходе использую крем который я выписала который мне пришел с алиэкспресс с пептидами и девчонки я просто от него без ума он мне напоминает крем корейский который я тоже брала у меня даже баночка есть я всегда когда свои крема делаю всегда в эту баночку от крема от мизон помещаем потому что так красиво это и эстетично и вот мне вот этот китайский крем с пептидами кстати он у меня здесь я пока разговариваю заодно и о своих пустых баночек о своих новинках ланвена отсвечивает вот этот крем ланвена девочки он просто вот правда хочу сказать волшебный он такой тягучий ну видите макияж и и обзор этих баночек все в одном времени на все не хватает работа понимаете все хочу в одном виде рассказать этот крем он такой тягучий вот так прямо выберешь вот как вот с улиткой бывает да точно вот как с улиткой тот крем корейский улиточный его берешь и на так вот тянется вот почему-то вот этот крем тоже также берешь он тянется сначала когда его наносишь на лицо лицо конечно такое как блит блестит но потом проходит какое-то время минут десять десять ему минут я его всегда на ночь наносила днем пока боюсь днем я наношу такие легкие вот сейчас дневной крем показываю дневной вот у меня заканчивается вот этот от фаберлик для комбинированной кожи сейчас еще пока у нас не такие страшные холода еще тепло поэтому я его хочу добить вот еще пока не смотрела что я какой уход я на октябрь выберу а вот для ночного ухода вот этот лангвен он меня поразил вот правда девочки он меня поразил я стою утром я смотрю на свою кожу и она такая гладкая на такая напитанная на потяк потянутая ну да вот и не этот крем я вообще тоже прям поражена думаю как так вот они умеют делать но я уже слышала отзывы на кстати на вот эту серию них она хорошая там еще у меня ждут я поэтому когда этот крем попробовала я снова побежала на этот алиэкспресс и повыписывала крем для глаз а сейчас я ищу на валбересе тоже такую классный такой крем но тут не тот крем не бюджетный который я на валбересе выписал он где-то примерно около двух тысяч стоит для век ну охота же чего-то мне кажется мне вот кажется у меня в так мозгах либо у вас мне кажется если крем дорогой значит он хороший вот у меня вот и не могу я из этой своих из-за этой своей башки выбить что но не надо смотреть на ценовую политику вы же понимаете что это маркетинговый ход нет все равно надо смотреть на составы ну и все равно хочется купить дорогой крем и чтобы он вам эти морщины вот так раз все и разгладил да так ну что вроде я растушевала пока с вами болтала про эти все крема вроде я все растушевала так и еще я пальчиком нанесу на все подвижное веко эти волшебные тени я прям их называю волшебные тени потому что они такие красивые но посмотрите вот еще раз но посмотрите на эту красоту разве они не волшебны конечно не волшебны и как их не купить но на алиэкспресс они кстати стоят не бюджетно где-то в пример где-то в пределах 700 рублей они стоят то есть как бы цена такая ценовая политика не дешевая там не за 100 рублей не не как допустим палетки иногда у них по 400 рублей стоит палетки это конечно уже идет серия такая более наверно на высшем уровне как говорится выше высшего сегмента и тени так и как короче очень очень достойные вот такой вот цвет у него необычный я даже не могу сказать он то ли то ли сиреневый то ли бирюзовый при разном освещении он дает разный разный отблеск видите вот сильно в общем то я не буду тут размалевывать сейчас оформлю вот этим карандашом свой от его мозаик свой единственный так сейчас сделаю стрелку от фаберлик но тоже действительно она у меня очень сильно подсыхает я боюсь могу ли я стрелочку оформить постараюсь оформить так по быстренькому так ну и на нижнее веко я как сделаю так как у нас макияж такой более зеленый я хочу оформить вот у меня по в подручных средствах или средствах средства всегда вот эта палетка от фаберлик она мне очень нравится потому что я всегда как базу наношу именно вот из этой палетки вот такие у нее оттеночки я быстренько нанесу зеленый а сверху я постараюсь знаете как вы нанести вот из этой палетки тоже на балберисе выписывала вот такие оттеночки у нее красивые я хочу потом сверху нанести вот этот красивый зеленый оттеночек это как подложка я всегда вот использую эти тени в качестве подложки а потом уже сверху наношу родной оттенок и мне так очень очень нравится все увидите как все быстро и буду брать из этой палетки этот зеленый и такими стоп таблищими движениями набивать мне кажется мне уже растушевывать не надо у меня как-то вот все на автоматизме раз нанесла и она сама растушевалась вот я почему-то так тут уже замечала не первый раз думаю чую растушевывать вроде нанесла так и вы знаете я наверно все равно вот эту складочку хочу чуть-чуть сделать ее поярче вот это чуть-чуть и так разверну шову в розовеньку и выведу к вискам видите мне кажется уже как-то лучше да интереснее получается ну вот все как говорится и вуаля макияж готов нам только надо ресницы накрасить и я к вам вернусь накрашенными ресницами ну вот ресницы накрасила накрасила вот этой туши от эвелин она у меня же заканчивается и поэтому я ресницы так в один слой накрасила нижние ресницы вы видите я как бы особо не любительница нижних ресничек так слегка только придаю как бы облик этим ресницам контурирование я сделаю с этой политочки она у меня заканчивается это белорусской в основном у меня быстро заканчивается контуринг видите хайлайтер есть потому что хайлайтеров у меня очень много румяшки здесь такие нежные светлые а вот контуринг мне очень нравится так а хайлайтер я нанесу вот этот от милани он у меня давнишний верный мой надежный помощник поэтому мне он очень нравится здесь слегка чуть-чуть и все достаточно вот этому милане он у меня как новый посмотрите видите ну буквально вообще новый и контуринг я а вот контуринг у меня почему-то очень быстро уходит вот я купила ее в начале весны и уже практически видите какое донышко и поэтому проект дойти до донышка который мне очень нравится у девочек я смотрю я вот думаю то ли тоже этот проект на своем канале попробовать но я конечно не буду у меня на это вообще нет времени мне бы лишь бы макияжи сделать и так кое-что рассказать о своих впечатлениях о баночках а вот это дойти до донышки подбородочек наш тоже и где-то у меня здесь кисточка моя растушевочная сейчас быстренько все вот это растушую контуринг у меня конечно уходит быстро и румяна но вот румяна и наверное в этом макияже этот нежный попробовать подойдет не подойдет из эти палеточки такой нежный нежный тоже все растушевываем из помады вы знаете девочки я хочу попробовать у меня лежит вот такая помада майкап майкап форевер вот такая помада я она у меня лежит она какая красивая она ярко-красная но я красными помадами боюсь я как бы на работу всегда делаю нудовые губы но уж на камеру на макияж который я снимаю хочу попробовать вот эту помаду смотрите какая она красивая красного цвета вот именно такого насыщенного красного цвета потому что не умею я носить красные помады и еще девочки что-то мне моя подруженька говорит или на тебе надо верхнюю губу сделать я вода этого гиалуронку дело но уже прошло где-то года два она уже вся как бы испарилась она же ведь хватает ли буквально на полгода я в своих косметологических процедурах только делала губы я вам уже об этом говорила я колола губы колола я небольшое где-то 0 5 я делала маленечко буквально чуть-чуть вот именно на верхнюю губу и она мне остаточки сделала по нижнему контурингу но вот уже прошло два года и мне кажется что нужно что-то сделать потому что губ не видно но это так мне кажется но опять же когда вот сделаешь когда их вот так обведешь контурным карандашем они конечно появляются не знаю пока думаю муж конечно в ауте он вообще это не признают никакие губы ничего это вообще мужчины наверное все такой то такого же плана ничего не признают говорит ерундой занимаетесь час наверное помаду эту красную нанесу и у меня наверно сразу губы появятся ой как же это будет интересно ну как девочки появились у меня губы нужно вкалывать 0 5 на верхнюю губу дайте совет только правильный совет вот у меня девочка знакомая из москвы и ринка привет тебе если ты меня смотришь она мне как-то еще давным-давно написала что мне очень идет красная помада говорит красе красный помада на тебя очень идет но я не умею просто ее носить эту красную помаду к сожалению не умею я вот лично куда-то вылазил если я вот намажу пройдет час я даже один раз на работе делал эксперимент у меня только лавиатура на компьютере будет красной помаде то тут где-то тут 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 постоянно я вот помада конечно красивая вот именно это это настоящая помада умею дарить ну вот еще раз покажу свои губы которые нуждаются в гиалуронке ну не знаю девочки что-то мне захотелось что-то такого эдакого сделать со своим лицом начнем сначала с губ ну все вот такой макияж образ выходного дня еще раз показываю вот эти красивые волшебные тени красивые да ну а вам желаю я прекрасных добрых позитивных выходных я вас всех люблю а